Так, ну что, Manor Lords, я помню, как эта игра выходила, короче, в бетке, но я так и не успел ее заценить, и вот мне прислали пресс-релиз данной гамзалки, это, я так понимаю, совмещенный какой-то Banished, там, не знаю, Crusader Kings, Mountain Blade, то есть, развитие деревни, но при этом еще элементы какие-то сражения встроенные, она уже вышла, нет, это пресс-релиз выходит на, по-моему, если я не ошибаюсь, 26-го числа, сейчас проверю точно, 26-го апреля, да, кстати, уже скоро, через 11 дней все лишь, так, имя, ну это я лорда создаю себе, правильно? Ну, Анатолий тогда получается, но тут аватарка сразу есть, ребят, вот, аватарка сразу есть подходящая, по дяде Бобинсону регаем максимально, деда Усачагу, да не, вот это самый топ, такой, Сиги Ройван, блядь, получается, так, а есть какой-то кабан? Не, а тут есть уважаемый, как бы, уважаемый герб, блин, кабана нету, походу, но это не кабан, а, нет, есть кабан, все, найс, ебать, тут можно герб себе сделать, чуваки, вы представьте, можно на каждую часть что-то запихнуть, не, давайте у нас просто будет стандартный кабан на каком-то, на красном, кстати, классно смотрится, все, мне нравится, так, Анатолий есть, давайте джинс напишем, чтобы по кайфу было, блядь, толпа кабанов. На чат, ха-ха-ха, толпа кабанов, блин, внутрь бы еще какого-то самого мощного кабана хуйнуть, но так не видно, да, Согул, Согул, ебать, тут настроек, так, путь к расцветанию, преамбул, спокойно заботясь о нуждах жителей, расширяйте свой средневековый город, не опасаясь нападения, условия победы, вам нужно довести свое поселение до уровня большой город, после этого вы при желании сможете пройти игру в бесконечном режиме, да будет мир, две территории на севере присвоил себе незаконный барон, чей замок располагается за пределами карты, в ничейных регионах орудует разбойники, так, на грани, ваша задача как можно скорее расширить свой город и организовать оборону, в этих краях бесчинствуют налетчики, так что незащищенное поселение долго не простоит, вам нужно отбить все атаки и довести свое поселение до уровня большой город, так, на какой сложности регаем, ребят, но на третьей будет сложно, первый раз я в игру играю, мне там ебало поломают как будто бы, вот, разбойники орудуют в территориях, какой-то незаконный барон, я думаю, это наш вариант, так, компьютерные соперники, противники за пределами карты, поведение искусственного интеллекта сбалансированная, частота набега в средний уровень, число спокойных лет два, начальное лагеря разбойников один, максимальное количество произвольных лагерей разбойников три, а, это не сложность, а сценарий, я понял, ну вот, да будет мир норм, а, шаблон сложности, чиллс шаблон, стандартный, высокий, стандартный шаблон, захватить все регионы условия победы, окей, погнали, я надеюсь, мне тут хоть объяснят, как играть, сообщение от крыса, так, условия победы доминирования, Сначала расстраивайте свой город и улучшайте усадьбу, а когда соберетесь силами, заявите претензии на регионы, ой-ой-ой, принадлежащие соседям, после того, как претензия будет высказана, готовьтесь к сражениям, А я не понимаю, как я могу заявить претензии на регионы, если это не мои регионы, бля, что за бред, в средневековье там ебаным, то есть, я расстроил свой город, и я такой, ебать, соседний город принадлежит мне, нахуй, это что за бред вообще, Я объединю все земли и поставлю их под свое начало Семья в Манурлордс требует еда, топливо и крыша над головой, на расположенной выше панели информации о регионах можно посмотреть, сколько припасов у вас осталось Я понял, так, у меня 5 дерева, немножко еды А где соседние деревни? Ебать Здесь показано, кому принадлежат какие регионы, вы сможете придавить претензии на другие земли, когда накопите очки влияния Ух ты Так, ребят, ну захват всей карты, 6 лет стримов, как бы Блин, прикиньте, еще карта процедурно генерируется, походу, да, или нет? Залежи железа, дикие звери Ебануться Игра, получается, имба, ну, сейчас узнаем Ха-ха-ха Бля, что это? Ну, сука Жесть Эй, придурок Что они нахуй ломают? Ломать надо люки Рано кинул, наверное Бля, тихо Веди, садись сюда и не двигайся Минуточку Пока я здесь буду шефом, раз шеф где-то гуляет Так, а что делать-то, вол? Ну, хорошо Палатки бездомных, здесь живут бездомные А я могу ники давать своим работягам? Так, подожди, надо понять, что делать-то Надо что-то строить, наверное Так, у каждого региона в Монорлорде есть свои преимущества и недостатки Прежде чем наметить путь развития своего поселения Посмотреть, какие источники ресурсов доступны в местности А как обстоят дела с плодородной почвой Если плодородность представляет желать лучшего, имеет смысл поскорее наладить торговые связи Так, у меня есть просто лагерь бездомных У меня есть 8 дерева Лагерь дровосеков требует 2 дерева Ну, соответственно, рядом с деревом Ебать, как игра плавно работает, я охуеваю Я вообще думал, она лагать будет Так, хорошо Хуярим лагерь дровосеков А, у нас есть общая дорога Так Категория стоит Фростпанк 2 Да вроде не Не, Монорлорд стоит, нормально Так, тут у нас Что это? Ягоды, кусты, дикие звери Так, ну лесопилку рядом с дикими зверями стоит, не строить точно не стоит? Так, незанятые семьи автоматически будут привлечены к строительным работам Перевозка древесины Для перевозки древесины требуются валы Житель сам сходит за валом, когда будет нужно Это моя любимая игра сегодняшнего дня, ребят Она идеальна во всем Единственное, мне бы хотелось переименовать жителя как-то Если можно Да ну нахуй! Что? Я могу играть за себя? Бля, все, это моя любимая игра Я всегда мечтал о какой-то подобной игре Где можно играть за себя, развивать свое поселение И есть сражения еще какие-то Ты еще драться можешь со своим войском Ну это пиздец, все, решено, ребят Так, я пойду посмотрю, чем там заняты мои работяги О-о-о-о Давайте, строите лесопилку Занимаемся лесопилкой, дорогие друзья Так, а я могу помочь своим работягам что-то строить или нет? Давайте, работайте Так, почти все ресурсы Мандерлордс нужно физически перемещать из одного места в другое На это уходит определенное время При желании можно изменить скорость игры Соответствующие элементы управления расположены в правом нижнем углу экрана Ага, понял Так, ну мне что-то даже не хочется время ускорять, если честно Пускай достраивают лесопилку и начнут добывать дерево Что нам еще нужно? Как еду получить? Хижина лесников Работают, сажают деревья и... Ага Пилорама Работники обрабатывают древесину в доске Так, вот это очевидно надо Так, давайте начнем с еды Охотники охотятся на диких зверей и добывают мясо и шкуры Вот тут вот у нас дикие звери Соответственно, охотников я вот тут вот уебеню Нормально? Или нужно прям в области диких зверей? Давайте вот тут За этой постройкой не закреплены работники Чтобы начать производство, выберите ее и назначите семью В отличие от работников, назначено которым нужно выдавать вручную Рабочий скот считается общим для всех предприятий Однако вы сможете закрепить животное за тем или иным рабочим местом Воспользуясь с вкладкой дополнительно Только оставьте хотя бы несколько волос свободными Если планируете что-то строить Так, приоритет строительства средний Снести... Не понял, как закрепить семью за вот этой постройкой? Ладно, я думаю, они со временем сами начнут строить просто Вот здесь вот хижину охотников Армия! Бля, в этой игре есть армия и можно отря... Ебать, нет, это... Нет, я об этом мечтал всю... Это что за хуя? Можно играть за своего персонажа Есть армия, блядь Это все соединено в городостроительный какой-то симулятор деревни Есть взаимоотношения между лордами Есть глобальная карта, где ты можешь дружить или воевать с соседями Это ёбнуться, ребята Это просто... Это какая-то... Ну, это... Это просто жесть Только почему я хуй помню где постоянно? Я же стоял рядом с типами своими Так, новое сообщение До меня дошли рассказы о ваших свершениях Я лишь хочу защитить свои права и свое доброе имя От подсвигательства недоброжелателей Надеюсь, вы не будете судить обо мне по тем слухам и сплетням Что распространяет недоброхоты Кто, блядь? Подписано и скреплено моей собственной печатью Хиде Бон Вон Беренеп Так, написать ответное письмо Мир вам! У вас нет никаких прав! Мне нужен Сильвер! Объявление войны! Текущее отношение требуется доработка Ну, понятно, игра еще... Мне пристрелились, отправили разрабы Но это пиздец, это же сколько все можно сделать Так, а что я могу ему написать? Могу написать привет Гондон, блядь Не, ну нельзя пока Ладно, я понял Он пока ничего мне не предъявляет, окей А, все, лагерь охотникова не построили Подожди, охотничья квота 10 Так, ладно, у нас вот тут сверху есть Товары не защищены Кладовая для материалов Хранящиеся здесь товары могут пострадать от непогоды Поэтому нужно их переместить на склад Так, мне нужно построить склад Очевидно Справка, армия, дороги Некоторые виды работ позволяют жителям использовать ручные тележки На которых можно перевозить до 10 товаров Однако, по пересеченной местности тележки катятся очень медленно Так что убедитесь, что построены дороги Ну, смотрите, нам нужно будет сделать склад И потом от лесорубки поставить склад Во-первых, лагерь дровосеков Что делают дровосеки? Добывают дерево Получается, рядом с дровосеками обязательно построить Хижину лесников, которые сажают деревья Чтобы, ну, деревьев было уважительное количество Правильно? А, тут есть подвиды Бля, ну это пиздец Ну все, это игра на 100 лет, нахуй Без шуток Так, работники сажают деревья в обозначенных местах Ну вот тут они будут дружить с лесорубами Бам Все, они построят А, я должен назначить людей сюда Так, тут у нас будет Йорк, Хейнс Ай, они сразу... Бля, это моя любимая игра Все Так, ребята, работать на охоту На охоту, Беатрис Так, сколько у меня работяг вообще в моей деревне? Можно узнать как-то? Для строительных работ требуются незанятые семьи Хижина лесников Так, надо ебаться, чуваки, срочно Нам нужно склад построить Очевидно Амбар, склад Вообщем, отличие Работники собирают, складируют трубственные товары По средствам кладовой для продуктов Кладовая для материалов Надо два склада тогда, получается Так, кладовая для продуктов Мы ее повернем вот Вот в эту вот сторону Потому что оттуда у нас залетают Эти самые Собиратели Бля, я точно найду 10 камня в будущем? У меня-то ресурсов нет так много Так, у меня есть 10 камня И склад для материалов будет, допустим, повернут в эту стоп Я какую-то хуйню строю, господи Ладно, похуй, это проверочная тема Так, одна семья будет работать А, они работают на всяких хуйнях Типа семьями, да? То есть Хорошо, семья охотников работает одна здесь И две семьи Одна семья работает на дровосеках Все, я понял То есть, если, например, у меня есть какие-то дровосеки Они работают с семьей, как бы Да, семья дровосеков Древо развития как в поя, блядь Ну что они еще придумают? Ну я не могу уже Так Так, по достижению следующего уровня поселения вы получаете очки развития Такие очки позволяют открывать ветки развития Благодаря которым ваш регион будет эффективно вырабатывать ресурсы Чтобы издать указ, вам нужно повысить свой административный уровень Сделать это можно с помощью возведения административных построек, таких как усадьба Так, во что будем качаться вообще? У меня пока нет очков Указы подписано У меня перков нет, да? Так, производство здесь пока непонятно Так, регион Ну, бля, ну какой он нас холл Так, кириллица нельзя писать Окей Чалбек Не, ну это подожди Это должен быть именно регион Чалбек это замок Кальрадия, уф Уф Давайте так, по базе Че за... А, подожди Я написал, просто здесь не видно Но слепая печать работает, ребят Все нормально Все нормально, по базе Это нормально, что у меня слезы на глазах Мне кажется Я мечтал об этой игре всю свою жизнь Надо посмотреть, как тут битвы еще реализованы, очень интересная Так, что мы там еще не сделали? Товары не защищены Кладовая для продуктов Так, ну я построил Кладовая для продуктов Кладовая для материалов Людям не хватает участков для хозяйства Эта ситуация адресательно скажется на уровне одобрения Зимой они замерзнут Так у меня ресов недостаточно Строительство завершено Хижина лесников Одна семья здесь будет работать Сейчас они амбар должны достроить Так, а охотники работают вообще? Кладовая забита Блин, нам бы еще ягоды собирать, кстати Есть собиратели? Собирательство Хижина фуражеров Работники собирают ягоды Вот Это оно Так, еще нам нужно добывать камень каким-то образом Но где у нас ближайший камень? Бля, ну камень хуй знает где, чуваки Безопасно ли отправлять работяг вот сюда, идти за камнем? Новый отряд лучников Завербовать наемников Здесь такой еще интерфейс приятный, блядь Это жесть Тут столько всего Так, хозяйство первого уровня, колодец Требуются грунтовые воды Так, вот тут давайте у нас будет жилой район Тут довольно много грунтовых Оооо Не, ну это далеко от общего темы Так, регулируем участки У некоторых построек можно Регулировать границу Укажите четырех точек, чтобы разместить зону Курсор прилипает к дорогам и зданиям Чтобы новая постройка органично вписывалась в поселение Ну как они это придумали, блядь Вы можете поставить место для будущих пристроек Первые две точки обозначают фасад дома Но у меня пока нет дорог Сначала надо дорогу сделать, я так понимаю Если здесь у меня колодец Хочется как-то дома вокруг колодца сделать Ну типа закольцовать дорогу и дома вокруг колодца Или хуйня Что за геометрия, суки? Вокруг А не в середине Так, подожди Так, я поломался немного, чуваки Все, найс, найс А отсюда сделаем просто Для начала прямую дорогу, где будут дома Вот тут А после этого уже будем думать В какую сторону разворачивать дома И куда дальше вести дороги Плюс еще можно сделать дорогу вот тут Вот, которая ведет К работягам-собирателям У каждого дома свое хозяйство Дай им больше места, чтобы они кайфовали Как барин на своем огороде В смысле, так оно в упоре, блядь Ставит эти дома Чуваки, что, как это? Я не понимаю Я не понимаю Типа тут должен быть один дом, типа, или что? Вот так вот, типа, три дома Но у них куча места на заднем дворе, или что? Оооо, гениально Больше Да сколько больше, блядь Это крестьяне, нахуй В деревне, блядь Сколько им места ебануть? Может им пол государства отдать? Все нормально У них места достаточно Тиран, да за что, блядь? За что? Так, все, мне похуй Я иду наслаждаться своими владениями Они сейчас будут строить дома? У нас ресурсы вообще есть, нет? Блин, еще было бы идеально, если бы можно было жителей переименовывать Я бы вашими именами бы называл бы, работяг Бля, это нормально, что я не хочу ускорять время, блядь? Вот это впервые, когда я играю в городострой И мне хочется, чтобы они медленно все строили Это вообще адекватно? Так, у меня, кстати, два типа не назначены Назначены Так, дровосеки Лесорубы А кого нет-то? Все вроде работают Работники обрабатывают древесину и делают из нее доски Жестко понял Ну, ребят, намечается, намечается движуха Так, у меня два неназначенных работяги Как назначить работягу? Влияет на темп прирост населения Ага, добрение, окей Как назначить работягу Вот здесь вот строить Ну они сами строят Они строят, да Смотри, колодец хуярит Так, я иду смотреть, как мои челики строят колодец А я прям здесь Блин, я не могу им помочь как-то Ты как разговариваешь с лордом, ты Ладно, на самом деле я буду уважительным к своим работягам Ведь кто я без них? Я никто Доступны новые отряды наемников Бешеные гуси Блудные сыны Боевые братья Почему в названии идет речь о гусях, не ясно Многие из этих людей обничавшие крестьяне Вступить в отряд может любой, кто не боится смерти А нахуя мне сейчас вербовать наемников? Я не очень понимаю Ну то есть что это мне даст? Семья требует больше места под свой ларек, склад Я увеличу вам потом хозяйство, не переживайте Так, а работяги между собой не будут драться, что у кого-то более большой участок? Типа Я думаю нет Нормально, ребят, все по справедливости Все нормально У всех в принципе одинаково мест на складе Я бы дрался Да не надо, ребят, не надо Мы по справедливости живем Первый дом достраивается Слушайте, в первом доме будет жить самый крутой чел Ну то есть я, соответственно Потому что у меня-то своего дома нет Так что это в принципе для меня хату строят, ребята Но стоп, у нас тут пять семей А что у меня нет семьи? Я лорд, бля, где моя семья? Алло Какие у тебя тапки? Да, тапки у меня охуенные реально У них по-любому в какое-то еще встроенное лезвие, возможно, знаете Не, ну можем подускориться в принципе Я уже раздал всем задачи А, стоп Одна семья Ну блин, мне бы еще камень добывать Но камень как будто бы далековато отправлять чувачков камень добывать Я надеюсь на меня никто не нападет Так, подожди, это все, Джерония? Этот регион контролируете вы Подожди Ага Ебать у меня земель! Жесть Так я вообще ебанутый лорд Посмотрите, сколько у меня земель Валбрант Ну так это как варбант Это наши друзья будут, очевидно А нет, это разбойники ебаные Так, сверху у нас кто? Имен Реух Это кто? Почему тут я вижу, что это разбойники А тут я не могу понять, кто это Объявить за счет Леони Объявить за счет благосклонности короля Желтый цвет, это что значит? Это что, друзья наши, типа? А если они все объединятся и нападут на меня Пизды мне дадут А, серые это разбойники Желтые это другие короли Ебать Пять королевств разбойников? Разраба Маннерлорда зовут Славик Ха Хорошее имя Так Люди, у которых нет дома Поселятся на свободных участках И если уровень одобрения достаточно высок Это может привлечь к вам новых поселенцев Но чтобы семьи были довольны Им нужно не только место для жилья Щелки по дому, чтобы ознакомиться с требованиями Доступ к воде Есть Количество топлива на рынке Уровень духовности Церковь надо построить Но я бы сначала, конечно, отправил камень добывать А, нет, блин, а тут так странно сделано с этими семьями Типа пришел какой-то новый чел К нам в деревню А я не могу отдельно его отправить на лесопилке работать Кажется, в домах можно переименовывать жителей Да, no way, ребят Блядь, да Ахуеть Блядь, а тут только на английском можно Так Аккарда будет, модератор Так, КВР Блядь, кто-то умер? Так Ред Скул Это дом модераторов, ребят Здесь модераторский состав живет Так, а я могу Я могу нажать Посмотреть, чем вы занимаетесь вообще Аккарда хуярит лес, ребята Им вообще похуй Так, Аккарда, ты не обращай внимания на свое имя Я сначала хотел то Просто, бля Сейчас Мы это исправим Можно барменом устроиться Бля, мехончик, вообще изи Но надо сначала Открыть корчму Так, сейчас они дома достроят Блин, а если на нас кто-то нападет и убьет Аккарда Я буду мстить, сука Я буду мстить с этим разбойником Нам нужно это, армию сделать какую-то Но у нас слишком мало людей Но хотя бы одного какого-то лучника на стену засунуть Чтобы на нас не нападал никто Так, ладно Я думаю, можно ускориться, в принципе Нам точно хватает еды 19 мяса А почему ягоды А, ну я не поставил на ягоды, да Давайте я, наверное, одного на ягоды отправлю Но тогда некому строить Вот это минус Вот это минус Я вот одного отправил на ягоды Но некому строить Это не прикольно Ты можешь потом модераторов генералами сделать Или типа того Бля, кайф Кайф Для строительства работ требуются люди Но ягоды это важно Короче, я отменю работягу на складе И на амбаре Потом пускай попереносит Еда гораздо приоритетнее И сделаю еще одного лесопильщика И одна семья будет строить Вот это будет нормальный план Это будет вообще отличный план Гуляю, ребята, по своей родной Джеронии Подожди, я не понимаю Вот у меня территория Джерония Это вся вот эта территория То есть это все мои земли Я правильно понимаю? То есть я могу построить здесь все вообще То есть в принципе, правильно? Да Хорошо Ну места очень много, ебать Здесь можно навыстраивать такого Это наши земли, вы бля Извиняюсь, конечно Конечно Так Пастбище Служит местом для выпаса скота А скот откуда появится вообще? Домовцы вода В работнике стригут овец Ветряная мельница Перерабатывает зерно в муку Из муки пекут хлеб Но зерно-то надо где-то намутить На поле, очевидно Система земледения в Manor Lords Устроена таким образом Что поля в данной игре должны быть большими Однако ручная распашка занимает много времени Для начальной деревни попробуйте обойтись полем размером приблизительно в один Морген Вопрос Сколько это один Морген? Если вы хотите отнести этот регион под сельское хозяйство В дальнейшем можно потратить очко развития на тяжелый плуг Он позволяет гораздо эффективней распахивать поля благодаря валам Также держите в уме показатель плодородности почвы Некоторые культуры в этом плане очень привередливые Так, зеленое это типа заебись, правильно? Желтое уже хуже Ну, насколько идиотским решением будет вот тут поле хуйнуть? Типа прямо рядом с домами Типа чтобы чуваки У поселения повысился уровень Новое очко Чтобы обеспечить прирост населения Вам нужно выделить достаточное число участков под хозяйство Поднять уровень одобрения Бля, это гениальная игра Так, я переименовываю стрим Называю его Моя любимая игра Здесь есть все, что нужно Я в шоке с того, насколько здесь все по кайфу устроено И теперь вы сможете создавать под свои знамена первую когорту воинов Которые станут людям защитой и опорой Однако по мере роста поселения А кто нам дал это оружие? Подождите Почему нам просто так кто-то прислал оружие? Я не понял Байден, бля Пора собирать ополчение Так, и где мое оружие? Так, хорошо Собрать ополчение Ну, я не понимаю Даже если вот мне дали 20 щитов и 20 копий А, и 10 рекрутов Подожди, рекруты они не считаются как члены этого самого Короче, рекруты не считаются членами деревни Они отдельно типа идут, короче Так, хорошо Ну, допустим, я делаю пикинеры Жители мужского пола будут равномерно распределены между отрядами ополчения После этого они постараются добыть необходимое снаряжение Оружие и щит Определяется типом отряда Максимально допустимое Качество доспехов и шлема зависит от уровня жителя После того, как рекруты принесут домой все необходимое снаряжение Они будут помечены как готовые к сбору Только после этого вы сможете объявить свой сбор отряда Так, мне нужно 36 рекрутов Так это очень много, алло Можно начать хотя бы с... 10 Нет? Средоточить силы, убрать отряд Я не очень понимаю, почему отряд это обязательно 36 человек Типа... Почему это не может быть, ну, меньше человек? Может какие-то отряды поменьше? Ну, пехотинец тоже 36 Например, 2, ну, 5 хотя бы, типа То вот у меня всего 10 человек Я, соответственно, не могу никак сделать отряд из 36 человек Ну, хорошо, ладно, я просто... Я просто сделаю новый отряд и похуй Пускай они там сами разбираются Бля, я просто в ахуе с того, сколько в этой игре всего Типа... Я играл в много городостроительных симуляторов Но здесь настолько много всего переплетено И так это все, типа, интересует меня Что это удивительно Так, куда вкинем первое очко? Пасека Работники собирают мед По умолчанию в каждом регионе можно обустроить 2 пасеки Дополнительные пасеки не повысят выработку Лесоводство Удваивает урожай, получаемый с ягодных кустов Вот это топ, у меня ягоды собираются В теории я могу отправить на ягоды типов всех Которые мясо собирают Капкан и промысел Позволяет охотникам ставить ссылки в лесу Что обеспечивает пассивное поступление мяса Таверна будет ебейшая Выращивание фруктов, овцеводство, тяжелый плуг Иностранные поставки Постоянный ларек обеспечивает пассивное поступление дров Для условий, что в регионе достаточно высокий достаток С региона не взывается плата за перевозку Для размещения необходимо выбрать место на рынке Постоянный ларек обеспечивает пассивное поступление хлеба При условии, что у региона достаточно высокий достаток С региона не взывается плата за перевозку Для размещения необходимо выбрать место на рынке Если сейчас сравниться с фростпанком, что интересует больше, эта игра интересует меня гораздо больше, чем фростпанк. Прям в сотни раз. Я вообще не ожидал чего-то настолько охуенного в этой игре. Надо было еще в бетке в нее играть. Я просто ебало валю сейчас, реально. Учреждение новых торговых путей всегда будет обходиться вам в 25 очков достатка региона. Ну, наверное, нет смысла качать первыми перками выковывание шлема в кузнице. Я бы взял бы лесоводство или капканы промысел, наверное. Ну, смотрите, тут написано, что постоянный ларек обеспечивает пассивное поступление дров при условии, что у региона достаточно высокий достаток. Ну, очевидно же, что у нашего региона невысокий достаток, поэтому нам это невыгодно брать. Так, выращивание фруктов. Овцы, размещенные на падбище, мало-помалу размножаются. Позволяет работникам житницы использовать валов, чтобы значительно ускорять распашку полей, а также доставка культурно-хранения. Охуенно! Поля это топ! Ну, насколько это хуёвая идея из десяти? Ну, смотрите, вот представим себе астронистистическую деревню. Ну, а где я могу ещё поле уебенить, ребята? А корчма... Ну, ладно, да, здесь больше такой жилой район. Житницы обеспечивают работой семьи, трудящиеся на полях. Рабочая сила распределяет пропорционально заданному приоритету полей. Растущие культуры поглощают из почвы определённое питательное вещество, временно снижая её плодородность. И таким образом сокращая урожай, чтобы избежать этого. Смените выращивание культуры, а ещё лучше на год оставьте землю под паром. Я не понимаю, я что? Как вы поняли, что это не полный морген? Подписано было? И давайте лучше тогда сделаем полный морген. Смотрите, вот, здесь у нас будет заваливаться пшеница. И нам нужно построить житницу рядом с полем, чтобы, ну, они работали на этом поле, правильно? Ну, я же правильно понимаю? Поздравляют отправлять семьи на работу в поле. Крестьянам вспахивать землю по происшествию зимы или в другое время, не позднее ноября. После распашки поле засеивают выбранной культурой. Урожай собирают ближе к сентябрю. Так, а если я хочу вот тут вот житницу ебинить? Так, поле есть. Через несколько месяцев иссякнут припасы. Чтобы люди могли возделывать землю, требуется житница. Так, житницу я поставил строить. Охренеть им, пиздячить на работу. Да, блядь, вообще просто ебнутся как далеко. Вот с этого дома до поля. Ну, просто нереально, бро. Пиздячить просто, ну, жесть, как многое. Тиран, блин, на этом самом, на лорде. Блин, смотрите, у них еще дома все по-разному выглядят. Ну, ладно, не все, но некоторые. Я не понимаю, почему у меня припасы скоро закончатся. И я не понимаю, что с отрядом пикинеров моих. Сосредоточить силы. Ебать, это я, типа, выдернул чуваков с их дел. Чтобы выбрать отряд, щелките по нему левой кнопкой мыши. Чтобы выбрать несколько отрядов, зажмите левую кнопку мыши и проведите их рамкой. Приказ отдается нажатием правой кнопки мыши. Чтобы выстроить воина в шеренгу, зажмите правую кнопку мыши и передвиньте мышь. Блядь, тут еще РТС и Total War какой-то вместе с городостроительным симулятором. Если вы командуете несколькими отрядами, при перемещении мыши удерживайте Alt, чтобы они сохранялись в стороне. Нажмите Ctrl, наметить маршрутные точки. Так. Установка. Задать ее можно на расположение ниже вкладки армии. Все установки имеют свои плюсы и минусы. Боевой дух. Это то, насколько решительно настроены ваши подчиненные. Если боевой дух упадет до критической отметки, некоторые установки станут недоступны и, в конце концов, отряд обратится в бегство. Воины устают, когда передвигаются бегом или ведут бой. Изможденные воины не могут бегать и плохо сражаться. Эффективность. Это коэффициент, влияющий на показатели атаки и защиты. Отряд окажется в невыгодном положении, если враги стоят выше по склону. Ну, вы понимаете, сколько здесь тонкостей? Блядь, ну это... А лучники должны хуже им, труднее поразить цели в дождливую погоду. Чтобы ознакомиться с подробными, зажмите таб. Не, ну я в шоке. Так, стоять. Продвигаться вперед. А я могу... Посмотреть на своих работяг, будучи лордом. Да, вы впервые взяли в руки копье. Но вы сражаетесь за своего лорда. За Джеронию. Вот они. Будущие генералы. Это я. Нормально, нормально. Так, ну ладно, я их распускаю. В принципе, на нас никто не нападает, поэтому... А как их вообще... Ну, аспорт... Все, давайте, ребят, по домам. Бля, нихуя не... Сразу полетели. Акардыч! Идет. Все, пошли очищать дерево от сучьев. То есть, видите, они, короче... Это, ну, когда я говорю взять в руки оружие, то это просто обычные жители моей деревни берут копье. То есть у меня нет отдельно каких-то воинов. Ладно, пока нам не нужно ни с кем сражаться, нас никто не нападает. Они сами на рынке между собой будут продукты продавать? Для этого необходимо... Да ну нахуй. Нет, реально? Назначенные семи сами оборудуют ларьки. При наличии свободного места, если навести курсор на категорию, преобразится сведение о спросе и предложении. У хозяйств, расположенных ближе всего к рынку, требования к рынку выполняются в первую очередь. Ну, круто, что они будут между собой на рынке трейдить. Я там не попадался, пес. Назови пош чолика Вова в честь Вовы. Мужики, поддержите донатом. Ну, чтоб Вовой назвали вояку. Толя, спасибо за стрим. Бля, ребята, здесь нет... Чувства, что следующие шесть лет пройдут отлично. Здесь нет отдельного вояки. Тут все воюют, блядь. Ну, хорошо, пускай вот этот чел будет Вовой. Без проблем. Все, есть. Я сам могу выбрать, какая конкретно пристройка будет в доме уч... Блядь, это... Я просто в ахуе. Насколько здесь все детально проработано. Так. Обеспечивает яйцами. Позволяет выращивать овощи. Улучшить до второго уровня требует 4 древесины. Так. Станут доступны новые пристройки, в том числе мастерские требования жителей вырастут. Оби-ван. Блядь, там когда букву В нажимаешь... Ребята, если вы какие-то ники придумаете, без буквы В, пожалуйста. Ну, ладно, нормально. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. Оби-ван, это чей-то сын. Ты кузнец, Оби-ван. Я так понял. Так. Рынок здесь один. Я еще хочу, чтобы они камни добывали, чтобы было больше семей у нас. Мне вот интересно, если я построю еще дополнительно дома, к нам подтянутся новые семьи из других. О, пилорама завершена. Ну, у меня слишком мало семей. Я не могу разрешить им работать. У тебя еды на два месяца осталось. Достаточно куча ягод. Короче, я думаю, я построю еще дома. И тогда ко мне придут новые жители. Ну, я надеюсь. Ягод зимой не будет. Нужны другие источники пищи. Тебе же писали, что нужен уровень одобрения, чтобы те приходили. Подожди. То есть они хотят, чтобы я построил церковь, да, чтобы они приходили. Короче, гайс. Есть идея играть в эту игру каждый день. На протяжении какого-то долгого времени. И мне кажется, тут контента даже в пресс-релизе, который мне отправили. Ну, на стриме 4 точно, 3. Слушайте, на самом деле... Что ты пиздишь? Алло. На самом деле, деревня уже приобрела какой-то вид. Уже дома есть. Попробую зайти в дом. Да не, ну это too much. Ну, вы, ребят, уже не перебаржите. Это Red Dead Redemption, бля. Эта семья владеет ларьком. Бля, мне так нравится вот эта идея с семьями. Типа, что вот чел владеет ларьком. Здесь чел тоже владеет ларьком. Но мне нужно как-то увеличить количество семей. Для этого нужны доски. О, у меня уже есть 5 досок. Пожди, а сколько досок требуется на церковь? 20. Ну, ждем тогда. Мне ничего не остается, ждем. Кладовая для материалов заполнена. Излишки нужно переместить на склад, иначе производство остановится. Джорк. Че продаешь, бро? Ведет торговлю? Блядь, он реально... Ебать, он принес шкуру, и она появилась на самой лавке вот этой вот. Он говорит, зовет чуваков, чтобы они что-то покупали в его лавке. Это же... Это же жесть. Мне нужно потратить 50 монеток на апгрейды двух хозяйств. Там есть апгрейд на яйца и овощи, плюс разнообразная еда. А монеты откуда вообще берутся? А, ну вот, да, у меня есть количество денег, которым располагают жители данного региона. Эти средства можно потратить на ввоз товаров или конвентировать в казну посредством налогов. Не, ну пока налоги нам не нужны, ладно. Вот тут хозяйство модераторов будет выращивать кур. Здесь два модератора и парлеп будут выращивать морковку, бля, овощи. Мне интересно, как реализовано нападение других королевств. Ребят, вы просто, если вы недавно пришли, просто, блядь, вдумайтесь. Здесь городостроительный симулятор с сражением, как в Total War. И с дипломатией еще между другими странами. То есть это же вообще, бля, ну это игра мечты, реально. Почему тут только два портрета? У вас нет никаких прав на Зельбиц и Хофштен. Влияние, я могу с ними переписываться еще. А, второй чел это разбойник? А, в натуре. Мир вам говорит разбойник, спасибо. Рад нашей встрече. А как я могу ему сказать, что я рад встрече с ним? Дроп параграф хир. Ага, рад нашей встрече. Не, я не рад встрече с разбойником, пошел нахуй. Давайте, я с вот этим чуваком. Так, у вас нет никаких прав на Зельбиц и Хофштен. Вар сюрприз. Бля, нормально называется разраб, бля. Сюрприз охуительный, реально. Это надо 500 влияния и минус 100. Минус 100 чего? Отношений с ним, типа, будет? Не, иди нахуй. Пока не будем с ним разговаривать. Потом, понимаете, ребята? Шутки вы шутите, наверное. Но. Я прошу обратить внимание на вот это, бля. Посмотрите на это. Ну, пускай попробует. Пускай попробует прийти. Но если у него 100 рыцарей. Что его 100 рыцарей сделают против моих, бля. Уничтожителей. Олег. Там, не знаю. Парлеп, бля. Посмотрите. Ну, это... Это легенды. Я могу нажать тап. И у меня видно... Бля, ну это... Ну, это жестко. Типа, я понимаю сразу, где сколько челов. Что происходит? Чего меня телепортнуло к этой дороге? На нас нападают? Я очень боюсь, что на нас нападут. Но у меня есть там пару копий. По идее, на меня же не могут напасть в начале игры, бля. Но это жестко было бы. Так, здесь у нас все работают, кроме... Часть припасов украли разбойники, блядь. Что? Я сейчас с пацанами соберусь пизды им дам. Бля, у меня 10 мяса гандоны украли. В смысле, они буквально возле тебя. Ну да, но, типа, грабеж складов, это разве они не должны прийти как-то, типа, и что-то сделать? Как они дистанционно ограбили, блядь, меня? Что за бред? Ладно, пока рано, мне кажется. Надо, чтобы нас хотя бы столько же, сколько их было. Пожди, а если я сделаю их лучниками... Сохранись и покажи файт. Не-не-не, ребят. Сохранение загрузки в таких играх это зашквар. Полнейший. Не, я не буду просто с ними общаться, бля. Пизду, пошел нахуй. Очередной блудный пес. Не, она на сыкичах. На сыкичах. Да, блин, а вдруг он с толпой своих разбойников придет? Мне жалко моих работяг, поймите. Мне не хочется, чтобы мою прекрасную деревню забирали. Так, это они еще построить должны. Хорошо, тут у нас будут овцы, например. А, это они уже столько засадили. Парлеп. Или темдей хуярят. Да, вот так вот, ребят. В чате он модератор. Банит за плохое поведение хулиганов. Но здесь он настоящий работяга. Сажает лен. Ягоды зимой не растут, Толянчик. Да я понимаю, но пока же еще не зима, пока ноябрь. Ну, бля. Скоро зима, да. Сейчас посмотрим, как игра зимой будет выглядеть. Интересно. Так, сезонные ресурсы. Некоторые ресурсы исчезают с наступления холодов. И вновь появляются весной. Так, у меня опять все семьи заселены, кстати. У нас появился ларек с продуктами. Ну, у меня есть еда и топливо. В че вы паритесь? Все нормально. Все под контролем, в принципе. Зима! Так, ну на ягодах, по идее, может никто не работать сейчас. А, они занимаются какой-то другой темой. Ларьком. Страшно, страшно. Так, церковь работает. Рынку пизда в этому лену. Сыромятня. А, вот. Одного на сыромятню работать. Или в амбар лучше. Короче, я думаю, что мне нахуй не нужна корчма. У меня нет для нее продуктов. Я ее сношу. Извините, фанаты корчмы. Рынок я делаю меньше. Можно его просто уменьшить, а не удалять? Я расширю еще рынок. Нет, это хуйня. Сори, у меня импульсивное решение иногда происходит. Так, подождите. Я просто думал сделать рынок во всю линию вот так вот. И сзади построить еще дома. У тебя там плодородная земля. Что ты предлагаешь? Да, у меня там плодородная земля. Ну и что? У меня есть поле. Нахуй мне еще одно. Для другой культуры. Но тут уже рынок. Да нормально, блин. Да у меня этой плодородной земли просто ебнешься, ребята. У меня этой плодородной земли... Нормально. Вот тут еще... Вот тут еще куча плодородной земли. Я реально, кстати, строю дома прямо на плодородной земле. А что если я нахуй снесу все дома жителей и начну в эту сторону расстраиваться? Новое сообщение. Неподалеку от нас были замечены следы разбойников. Стоит ли отправить за ним людей? Опа. Опа. Замечена армия другого феодала. Бля, ребята. Что? Два пака по 36. Я пытался выследить разбойников. Но это не на моей территории. Блядь. Подожди, какую хуя? Феодалы на моей территории. А, нет, не на моей. Или на моей, блядь. Я не понимаю. Они... Тут еще лагерь разбойников. Но у меня все нормально, кстати. У меня все в порядке. Приготовьтесь к набегам. А, через год на меня нападут разбойники, походу. Через 369 дней. Бля, спасибо, чел, что ты ебешь разбойников. Они убежали, что ли, все? Или он их уже убил? Они уже уничтожили их лагерь. Бля, нормальный тип. Надо ему какой-то респект выразить. У вас нет прав... Не, 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 не. Ты мой друг, блядь. Тут есть такое? У вас нет прав на Зельбице и Ховштейн. Ну, про. А, стоп, там же по сюжету он типа злой. Я должен забрать... А, короче, чтобы победить, мне нужно захватить всю карту. Прикиньте. Готовы, ребят? 10 стримов подряд по 8 часов, блядь. По захвату всей карты. Потом на релизе уже другой какой-то стартануть. Готов ли ты? Да, блин, мне еще в Севендейку хочется поиграть, если честно. Можно, типа, один день Севендейка, один Маннер Лордс. Или, блядь, по 3 часа, может. Но тогда... Тогда такая тема, что не будет кровавой луны за один день. А можно как-то сделать, чтобы, типа, больше дом был? Можно уебенить 4 зажиточных гига дома с сараем, блядь. Здесь будут жить чуваки, которые на камне работают. Давайте 5 домов сделаем. 6. 7. Нет, 7 уже без сараев. Вот, 6 идеально. У них куча будет места. Тут они будут добывать тоже... Здесь будут работать чуваки на глине и на камне. Такой, типа, городок-работяк. Так, и обязательно, обязательно им нужно уебенить колодец, блядь. Лагерь камнетесов. Тут уже есть колодец, мужики, чтобы вы воду пили. Так, ну тут как-то колодец не вписывается немного. Тут еще можно какие-то здания просто построить. О, вот тут есть колодец. На углу чистая. Ну а тут тоже можно дальше здания построить.